Россию гимназист в душе храни, люби ее, ты до самозабвения. Высоким слогом жизнь гимназистов прошлых лет воспевали школьники дня сегодняшнего. Посмотреть, как учились Столыпин, Лесков, Андреев, поспешили ученики 16-й Орловской школы. Наш музей очень долго ведет собирание и изучение самых разнообразных материалов по истории образования, истории школы у нас на Орловщине. Представлены аттестаты, один из старейших, который датирован, если не ошибаюсь, 1895 годом. Грамоте обучились в конце 19 века в Орловской губернии около 20% населения, рассказывают летописцы. При этом читали и писали в то время почти 300 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин. Всего, согласно переписы населения 1897 года, на Орловщине проживало более 2 миллионов человек. 88% составляло сельское население. Сравнительно с другими городами Орел может считаться просвещенным городом. В нем есть такие учебные заведения, которыми не всякий губернский город может похвалиться. Например, Институт благородных девиц, кадетский корпус. Историю старейших учебных заведений Орла конца 19-го, начала 20-го века показывают в ракурсе повседневности. Через документы разных лет, предметы, одежду, похвальные листы, фотографии, принадлежавшие студентам. Все редкость, уверяют сотрудники музея. Большинство экспонатов, представленных на выставке, это семейные домашние реликвии. К примеру, Владимир Павлович пожертвовал музею личный ученический билет и ряд школьных учебников, датированных 1896 годом. Кстати, юные посетители вернуть прошлое за школьные парты не желают. Говорят, дневники и тетради современности куда красочнее и интереснее. У нас дневники уже более новые, а здесь такие как бы исторические, там почек, мир сберемый. Мне очень-то я хотела бы такие учебники. Уроки прошлого в Крывеческом музее продлятся до конца ноября. Тогда экспозиция завершит свою работу. Сергей Кравцов, Олег Фомин, телеканал Первый областной.